В свое время очень хотелось здорового ребенка. При моем заболевании генетики посоветовали сдать анализ на выявление гена. После сдачи этого анализа ген не был выявлен, но насколько я понимаю меня проверяли на 10, здесь видимо опечатка генов, но ведь их может быть и больше и мой мог не войти в эту десятку. Сколько всего генов, отвечающих за это заболевание? Да, мы уже говорили о том, что на сегодняшний день известно около 100 генов, которые, поломки в которых могут обуславлять клиническую картину, которая будет у вас звучать как болезнь шаркома ритуз. И поэтому конечно же исследование 10 генов не позволяет говорить о том, что вот анализ генетический был проведен, 10 генов посмотрели, мутацию не нашли, значит это не то. Нет, здесь вопрос каким методом посмотрели эти гены, да, потому что у нас к сожалению мы не можем все типы мутаций даже в одном и том же гене определять с помощью одного единственного метода. Поэтому даже один ген мы должны смотреть несколькими методами для того, чтобы выявить разные типы мутаций. А уж тем более если было 10 генов, то конечно же мы не можем утверждать, что вот это не болезнь, не наследственная нейропатия. И сейчас есть возможности для продолжения поиска мутаций в этих генах. Но опять же вам правильно сказали, что это имело смысл только при планировании деторождения, да. То есть это нам нужно для того, чтобы понимать какой риск повтора в семье.